В городе ТП стало меньше, да? Да, руки к 8. Конечно, в этом году, сейчас о цифру вам посмотрим, 11 автомобилей было угнано, это минус 2 к прошлому году, нераскрытыми остались 6, это также на уровне прошлого года, и 2 угона раскрыты, ну 2 кражи, 2 кражи имеется в виду, там угоны кражи, это разные вещи. На сегодняшний день уже 3 кражи раскрыты, вот. С чем столкнулись в этом году? Немножко видоизменилась, конечно, система хищения и объекты хищения транспортных средств. То есть мы имеем в этом году ряд краж транспортных средств, больших грузов, это тягачи, дальнобойщики остановился, пошел покушать, это было и в опоре, это было и в Пятницком в этом году, значит, были попытки угона за магнитом, за гипермаркетом, ну там, люди испугались, обижали. Подъехала машина, подъехала машина, ну, можно теперь уже говорить, значит, тренжовер, белый тренжовер не ставили, ну, нового поколения, скажем так, четвертые люди, вот, поймут. Вышли оттуда люди, открыли машину, но это, наверное, все немного времени уходит, это все видно, значит, и при попытке уже завести, хозяин, ну, не хозяин, видимо, водитель, водитель автомобиля, значит, идет с гипермаркета с овощечкой, вот, и видишь, что-то в нем происходит, значит. Преступники, соответственно, тоже увидели, что идет водитель, и выбежали, но водитель не стал там препятствовать уже отъезду в Discovery, поэтому, как бы, удалось вот спугнуть, скажем так, вообще. Вы их не нашли? Их не нашли, да, но дело в том, что мы там весь вопрос проследили, номера, конечно, не местные. Нет, то, что не местные, это однозначности, они еще и в базе, да, так не числятся, как на этой машине. Я вам больше расскажу, у нас ситуация была по поводу, люди захотели бесплатно заправиться, значит, сняли с автомашины Рено Логан в городе, номера повесили на свою машину, приехали на заправку, заправились на 2000 всего лишь, значит, и уехали. Вот такая жажда заправиться за бесплатно, значит, вот привод вот к этому всему. А раскрытая кража, когда похитили машину, с машины наснимали чего-то, и вот от имущества похищенного, скажем, пришли уже к преступникам. То есть, и у вас их не вставали на правильном заправке? Да, практически так. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы этот вид преступления значительно больше имел раскрытий, но статистика такова, что регион Санкт-Петербург, Ленинградская область вообще имеет процент раскрываемости и порядка 4% раскрытых, то есть, совершенных. По одному из большегрузов, значит, крайний большегруз, который был руман на Панамо-Петельском, где тоже водитель ушел покушать в кафе, прицеп уже нашли, причем прицеп нашли уже очень далеко, сейчас осталось найти, ну, то есть, есть у нас там, эти самые, скажем, наработки, прицеп уже нашли. Но где, где? За пределами региона? Очень далеко за пределами региона, прицеп уже нашли. А для чего тогда вот эти большегрузы в основном, ну, как их используются где-то? Конечно, денег стоит, большегрузно. Или разокомплектовать? Нет, нет, ну, массиво, это все переделка, и машина поехала дальше. С Федеральной инновационной службой совместно работает кандидатам там. Мы-то работаем, мы рейды проводим, отделяемся от своих сотрудников, в большей степени, конечно, выявляются лица, которые, в общем-то, передаются потом опять же в ФМС, они там составляют свои администрационные протоколы, в том числе, в том числе, значит, на выговорение, там, в общем-то, как-то. На что обратить внимание, граждан? Не жите здесь обидности? Знаете, мы уже констатировали факты, на самом деле, кстати, вы пустили, опять, да, я сам подписывал обучение гражданам. Мы вручили уже, да? Нам граждане-то хорошо помогают, вот, дают информацию в свое время, звонки, посмотрите, где там бензин сливают, откалился, снимают. Была раскрыта кража по звонку женщины, значит, в новом районе о том, что сама откалился. Наряды подлетели, все вовремя, все красиво, задержали трех человек, значит, осталось им снять только одно колесо, из четырех. Вот, поэтому, да, там большое спасибо женщине. Потом, в тот же вечер, да, был звонок от мужчины, вот для того, что он, там, каждого велосипеда, вот для того, что он даже сам держал этого расхитителя или преступника, да, вот, тоже очень быстро там сработали наряды и подъехали, тоже задержали, забрали. Снеросный мужчина воровал? Да. Ну, молодой. 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 Не подросток, молодой, да, там мужчина тоже большое спасибо этому мужчине. Ну, и бывают такие звонки, когда они просто нам помогают где-то себя делали на ту или иную ситуацию совершенные поступки. А вот такая вот и в них нет. Продолжение следует...